Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбай. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Age of Civilizations 2. Да, ребят, давно не было серии по этой игрушке. Два дня, да? Потому что слишком был занят, ребята, были дела различные, не успевал просто её, просто да, просто реально записать. Поэтому, ребят, давайте вы влепите лайк, если вы реально ждали эту игру. Если хотите, чтобы она выходила чаще, то влепляйте. Влепляйте Лукасик, и тогда она будет реально выходить чаще. Так, ребят, что у нас произошло в прошлый раз? В прошлый раз мы, по-моему, захватили Польшу. По-моему, это было в прошлый раз. Что за дырки? Какие-то дырки у нас здесь в провинции. Вот, и также захватили здесь то ли Литву, то ли кто-то тут был, короче, какая-то история, что-то там Латвия. В общем, захватили вот это вот, вот это вот все, всю Прибалтику, грубо говоря, практически, да? В принципе, да. Смотрите, ребята, тут, в принципе, практически мы уже в Питере. Чуть-чуть до Питера недалеко, так сказать, тут уже область, да, все дела. Псков. Но они принадлежат Российской Федерации. На Российскую Федерацию идти я пока что не готов. В принципе, ребят, сейчас у нас такая ситуация, что я просто не знаю, на кого идти. Потому что, вы понимаете, да, у нас уже маленьких соседей особо не осталось. Есть вот кусочек Франции здесь, который можно, в принципе, забрать. Здесь это Германия, да, вроде бы. А, это вообще США. США, что тут забыло? Вообще здесь США. В общем, очень страшно. Я не знаю, на кого идти, на Казахстан не пойду. Ну так, у нас, смотрите, у нас кто находится с нами в Альянсе? Казахстан и Турция, да? Да, правильно. Вот, а с кем воевать? Я, ребят, не знаю. Кстати, по населению у нас 57%, только, всего лишь 57% это трамбамбунцы, остальные это поляки, там, итальянцы, ритовцы. То есть до конца, у нас даже повстанцы, есть 13 повстанцев. Даже не 13 повстанцев. Есть еще, я вон вижу 43 повстанцев. Ну, короче, как вы понимаете, немножечко у нас так, туда-сюда. А, кстати, Сан-Марина. Сан-Марина. Подождите, как на Сан-Марину наступить? Надо, кстати, Сан-Марина тоже забрать, только сейчас. Ее вообще тут из-за флага не видно. Надо бы... Давайте мы Сан-Марина, подождите, заберем. Так, в Сан-Маринах, друзья, кто-то есть? Одна такая маленькая провинция. А, они в союзе с Люксембургом. Ну, Люксембург, я думаю, что нам ничего не сделает. Так, ладно, давайте мы здесь... Так, ВМ призовем пацанов. Походили. Все. Так, Сан-Марина. Сан-Марина, объявить войну. Объявляем войну. Заходим на Сан-Марина. Все, забрали, да? Сан-Марина наша. Ну, такое маленькое, пусть у нас... Сан-Марина это что, княжество, не княжество? Монако это княжество, а Сан-Марина это... Просто такое микрогосударство, назовем это так. Сколько там вообще человек жило, интересно. Даже просто интересно. Ладно, больше ассимилировать. Так, мы еще в состоянии войны с Люксембургом. Где Люксембург, кстати, находится? Ага, вот он. Ну, он мне не интересен. Мне Люксембург, в принципе, не интересен. Я бы... Дать мирные переговоры. Может, они захотят. Да, нормально все. Ну, им уже не за кого впрягаться, так сказать. Такая-то у нас... А вот Монако, кстати, у нас. Монако теперь у нас не рядом с Францией, а рядом с Германией. Ну, тоже нормально. Тоже нормально. Потому что теперь это, дорогие друзья, Германия. Кстати, у нас вот здесь вот Венеция, которая принадлежит туркам. А согласятся они нам продать Венецию? Давайте мы попробуем, кстати. Я же могу, подождите. Дипломатия. Так, Турция. Торговый запрос. Я им золото, а не мне провинцию. Вот эту. Оп. Да. Успех средний. Ну, допустим, за 50 тысяч. Не хотят. Я бы продал. Я бы продал. Так, ну хорошо. Не хотят продавать, так ладно. Так, друзья. Здесь, смотрите, здесь будем, в принципе, на Россию. Можно нападать на Россию. Что-то не очень хочется. Так бы я бы напал. Мы бы забрали бы вот эти вот, допустим, три провинции. А потом бы пошли бы вот сюда вот, на Брянск. Либо можно напасть на Швецию. Швеция, кстати, ни с кем не воюет. Нет, вроде ни с кем не воюет. Но она, блин, у нее много дружественных государств. Из Финляндии они дружественные государства. Поэтому на Швецию тоже идти как-то не очень хочется. Ребят, страшно. На Германию точно нельзя. А с Германией надо так, с Берлином надо дружить. У нас минус 40 с ним. Я не знаю, что мы с ними не можем подружить. Давайте мы им денег дадим немножечко. Что-то столько. Примут. Они даже отказываются. Прикиньте, они даже от денег отказываются. Что за немцы такие? Ребята, у меня есть почему-то такое предчувствие, что немцы на меня скоро пойдут войной. А этого я не очень хочу. С кем я могу подружиться из соседей немцев, так сказать, чтобы, если что, они мне помогли? Швеция, дипломатия. Швеция, в принципе, на 49 месте, Германия на 4 месте. Но Швеция им вряд ли что-то сделает. Испания на 10, Франция на 32, Бельгия на 29. Они еще дружат с Германией. Короче, ребят, жестко, жестко у нас все. Так, ладно, что у нас по деньгам? По деньгам вроде все более-менее. Давайте мы еще, наверное, в технологии. Нет, не в технологии. Кстати, почти скоро у нас будет 100 уже технологии. Так, население, экономика. По экономике у нас... Нет, у нас что по экономике? У нас, кстати, по экономике вообще все прекрасно. У нас же, кстати, миллион экономики на всю нашу страну. Это неплохо. Так, давайте, наверное, поднимать немножечко экономику в плане до 20 тысяч везде. О, в Турбограде хочу до 30 поднять. Нормально, давайте, хоп. О, нормально, в Турбограде уже 31 тысяча. Так, рост населения поднимаем. Так, экономика. Давайте мы еще поднимем то, что вот у нас здесь вот. Вот эти вот до десяточки. Афины, Цурих. Нормально, нормально. Блин, ребят, на самом деле реально страшно. Куда двигаться дальше? У нас сейчас реально такое... О, можно, кстати, забрать... Что это такое? Валетта. Что такое Валетта? Я не знаю. Давайте Валетту заберем. Они ни с кем не... А, это Мальта. Мальта. Мальта особо вроде ни с кем не дружит. Андора там туда-сюда. Так. Здесь мы давайте призовем пацанов. Так, пацаны, вы где там? Тихо. Хоп. А я могу сразу сюда? А я могу сразу сюда? Или не могу? Ладно, давайте, хоп, сюда. Объявляем... Что-то турки меня оскорбили. Это тоже мне не нравится. Так, объявляем тогда войну. Мальта. Мальта. Нормально. Так, пацаны, погнали Мальту забирать. Десять человек. Ну, забрали зато. Забрали. Могли, кстати, и не забрать. Хоп. 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 Такие островки у нас везде потихоньку появляются. В принципе, это неплохо. Так, больше ассимилировать. Так, да. Неплохо. Так, пока все вроде более-менее у нас хорошо. Так, там Ирокеза с Гренландией, там Гренландия, там где-то с кем-то. Потому что Гренландия. Это же у нас... Ой, это что? А, это Исландия. Вот Гренландия. Кстати, Гренландия это... Тут что-то даже не видно, сколько провинций. А вот потихоньку видно. Смотри, кстати, что с Исландией сделано. Здесь в Исландии у нас Вестфердер какой-то, Нидерланды и сама Исландия. Ой, это что? Фарерские острова. А, это уже Соединенное Королевство. Так, а здесь Мэн. У кого-то остров Мэн. Блин, ребята, страшно. Нам, короче, я знаю, что сейчас надо будет делать. Можно, кстати, с кем-нибудь намутить коалицию. Блин, на Российскую Федерацию я идти точно не хочу. Кто с кем воюет? Казахстан ни с кем не воюет. Брянск ни с кем не воюет. Германия. Германия с Испанией, кстати, воюет. Кстати. Я не знаю, стоит ли нам этим воспользоваться и нападать на Германию. Ребят, нападать реально страшно. На Германию нападать реально страшно. Почему, мне интересно, турки оскорбили. Мне вот это, вот это мне интересно. Если с Казахстаном мы супер дружим, то турки меня почему-то решили оскорбить. И такие, типа, а, Турбентий, плохой ты правитель. Видимо, они меня оскорбили за то, что я там забрал какой-то островок. Им это не очень понравилось. А если интересно, я нападу на США. Что, конечно, очень-очень-очень не надо делать, наверное. И захвачу вот второй кусок вот этого острова. Что они мне скажут? Они, наверное, мне скажут, Турбентий, ты что, дурак? Они скажут, Турбентий, не, не, не. Они, наверное, не захотят подписывать мирный договор и приедут, меня убьют. Так, Китай. Минус 10%. Китай. Давайте дружить с Китаем. С Китаем, если дружить, то все будет хорошо. Так, можно попробовать... Не, на Германию нападать. Так, давайте посмотрим, что у них вообще сейчас будет происходить. Там кто-то кого-то захватывает. Вроде никто никого не захватывает. Очень страшно, друзья. Мы не знаем, что это такое. Нам очень страшно. Так, смените правительство. Так, нет, я хотел режимы карты. Экономика. Нет, подождите. Разработка. Так. Надо инвестировать в разработку. Так, вот у нас, допустим, в Афинах что-то слабовато. Инвестируем. Вот здесь вот. Везде потихонечку делаем инвестиции. Так, в Турбограде и так все вроде хорошо. Давайте там вот где по 0,60 поинвестируем, чтобы там лучше, так сказать, исследования проводились и так далее. Это нужное дело, мне кажется. Да, друзья? Надеюсь, что вы со мной согласны. Кстати, здесь у нас, в Цюрихе у нас нет. Это что, мастерской, наверное? Где-то у нас нет мастерских, где-то есть. Так, а это можно посмотреть с помощью населения. Мне, кстати, вы допишите, у нас нету библиотеки. Нет, это надо было смотреть с помощью экономики. Нет. Блин, где-то можно строить, короче, постройки. Нет. Расстояние от столицы, доходы, политическая технология. Блин, там же где-то можно нажимать, чтобы строить конкретно... Знаете, заводы, короче, грубо говоря. Блин, ну ладно. Хрен с ним. Так, Женева. А, ну можно вот так делать. Больше. Да, мастерской нет в Женеве, допустим, да? Потом, хоп. В Цюрихе. Больше. Так. Мастерской. Хоба. Строим. Нормально. Проинвестировали. Все хорошо. Посмотрите, 33-728, 33-834. Так. Казахстан хочет, чтобы я им помог в войне с Азербайджаном. Азербайджан где вообще находится? Я его один не вижу. Так. Это вот этот Азербайджан? Ну ладно. Не, ну я им помогу, конечно. Но я так просто постою, посмотрю. Я думаю, что Казахстан сам их заберет. Просто чисто посмотрим. Так. А Германия со мной не хочет дружить, короче, ребят. В общем, мне почему-то кажется скоро, что будет какая-то жопа у нас с Германией. Так. Война с Азербайджаном. Ну я думаю, что они сейчас быстренько его захватят. Это же вот весь Азербайджан, да? Три провинции. Когда стану вступил в войну. Давайте посмотрим. Так. Технологические очки. О! Россия, кстати, просит меня пройти. Россия, значит, с кем-то тоже воюет. Так. Давайте доход от налогов повысим. С кем Россия собирается воевать? Вопрос. Плюс Россия с Германией воюет? А Германия, получается, воюет с Россией. Россия, Германия. 47-й год. Они же захватят Россию. Блин, ребята. Стоит ли ввязываться в эту войну? Давайте разрешим. В России разрешим. Точно они подойдут. А потом что-нибудь придумаем. Потом что-нибудь придумаем. Так. Что-то с Азербайджаном. Где он тут? Вот он. Сейчас его захватят. Правильно я понимаю? Так, Германия просит пройти. Пошли, пошли в задницу. Сначала меня оскорбляют, потом просят пройти. Сколько? 34 тысячи. Пошли в жопу. Надо, чтобы они на меня не напали. Будет обидно. Так, ну что, все. Мирные переговоры. Подождите, что я нажимаю? Так, подождите. Назад. Тоже было. Мирные переговоры. Казахстан. Все забрал, да? Правильно я понимаю? Правое требование. А, нет. Не все забрал. Они Баку решили оставить. Так. Низкие. Это мы делаем. Надо подтвердить. Подтвердить, 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 подтвердить. Блин, куча денег ушло. Но нормально. Блин, ребят, на самом деле страшно. Россия воюет с Германией. Воевать с Германией. Так, что тут два человека стоят, спят? Ребята, пока что я, наверное, воевать с Германией, конечно, не буду. Но вы мне напишите, стоит ли мне как-то с ними воевать, потому что... Так, у меня здесь еще куча народу сидит. Пусть отдыхают. Так, у меня сейчас на войско тратится 492 монеты. А где они? Ну ладно, это немного. Но на самом деле, ребята, очень страшно, потому что фронт очень большой. Здесь за этим всем уследить будет дико сложно. Испания с Германией как-то быстро пришли к договору. Бельгия тут... Да все Бельгия с Германией что, воюет? Да, вроде нет. Почему со мной Германия не хочет дружить? Я не знаю. Так, смотрим. Опять провинции нужно ассимилировать. Делаем, делаем. Нормально. Так. Что-то пока я не вижу, чтобы Россия куда-то шла. Хотя, в принципе, если со мной еще влетят и турки, и казахи, возможно, мы победим Германию. Но я, блин, не уверен. Не уверен. Нужно кучу денег накопить. Прям... Тихо, нет. Прям кучу-кучу большую денег нужно накопить. Думаю, в районе миллиона. А когда мы тут все ассимилируем, вряд ли у нас это получится. Так. Больше. Что мне надо ассимилировать-то, не знаю. Ладно. Сделаем так. Денег просто нет, друзья. Денег просто нет. Дзедик просто нет. Так. Ассимилируем. Так, дальше, дальше. Все нормально, да? Нет, еще надо что-то ассимилировать. Так. Подгорица. Степ. Да нормально там и так. Более-менее. Все равно, говорят, надо. Ну, хорошо. Так. Где вот эта красненькая, да? Более-менее. Так. Давайте хотя бы вот тут. Ну, хотя бы вот так вот. Минск. Барановичи. Так-так-так-так-так. Потихонько ассимиляция практически везде завершена. Но где-то еще, конечно, надо. Где-то еще, конечно, надо. Так. А что-то я не вижу, чтобы русская... Ну, у россиян что-то я смотрю по 4, по 5. Они армию не делают. Мне кажется, у них с бюджетом вообще дыры. Или, может, они с другой стороны где-то воюют. А какая-то что за... Это что такое? Финмарк? Смотрите, кое-кто отделяется потихоньку. Это прикольно. Кстати, смотрите, Испания с Бельгией теперь воюет. Тоже нормально. Так. Больше. Ассимилировать. Что ж так дорого-то? Так. Управление. Скоро у нас управление, кстати, уже максимальное будет. Это хорошо. Давайте еще походим пару раз. А что, все? Нет, не все. Так. Блин, опять я никуда нажал. Что такое? Вылези. Больше. Что я не могу ассимилировать? Так. Немцы. Хочешь получить право проход войск. Нет. Нет. Хрен вам. Вы мне не разрешаете ходить. Это что? Не хотите со мной дружить? Я вам не разрешаю ходить. Все. Все легко и просто. Так. Больше. Ассимилировать. Все, нормально, наконец-то. Они мне задают 35 тысяч. Да нет. Я не хочу, чтобы вы захватывали. Если они сейчас Россию захватят, ребята, это будет полный пипец. Потому что, ну, понимаете. Надо было, кстати, и России тоже не разрешать ходить. По нашей территории. Потому что они убьются. Я не знаю. Что у них за войско? По 4 человека тут стоят. Это вообще законно? Ну, ладно. Так. Что там с Китаем? Давайте еще поулучшаем. Если мы еще Китай пригласим в альянс, мне кажется, это будет прям такое альянс еще. Прикиньте. Трамбамбунско-турецко-казахско-китайский альянс. А это что такое? Это Китай, да. Китай, конечно, огромен. На каком месте, кстати, Индия? Она была где-то сверху. А, на втором. Смотрите. Я не знаю, как они это делают. У них, потому что там в каком-то городе экономик. Это как? 213 тысяч. Как? Почему у них такая экономика? Ребята, объясните. Если в Китае 25 тысяч максимальная экономика, то здесь 213 тысяч. Как они это делают? Объясните мне, пожалуйста, ребят. Серьезно. Просто не понимаю. Где-нибудь еще есть такая? А вот, смотрите, кстати. В Мексике 200 тысяч в Мехико. Ни хрена себе. Не знаю, как это работает. Так, я хочу сделать Турбоград, чтобы был самый экономически развитый город в мире. Так, Турбоградик. Где мой родной? Где мой маленький? Вот ты. Так. Нужно, во-первых, здесь построить вот так вот мастерскую. Давайте ферму построим. Так, все здесь построим. Так, инвестируем. Инвестируем. Просто кучу бабла инвестируем. Так, Лексимбург и стекло. Не страшно. Так, сейчас она будет сохранялочка. Хоба, красиво. Так, ходим. В Турбограде, кстати, подождите. В Турбограде у нас население почти полностью. Из трамбомбунцев стоит, но пара человек. Там тысяча украинцев и 12 румынов. А 12 румынов, нормально. Такое тоже может быть. Так, получается, теперь у нас в Турбограде все супер максимальное. Сейчас ферма еще будет. Все, да, смотрите. Ферма пятого уровня, мастерская третьего. И следующая лаборатория третьего уровня. Неплохо, неплохо. Так, инвестируем. Так. Исследования, управление. Давай доход от производства повысим. Так. Давайте инвестируем, может быть, в экономику еще до 30-точки. Хотя, до 27-ти, нормально. Потому что мы копим деньги на войну с Германией. Я надеюсь, что ребята у меня поддержат. Походу, это серия, по-моему, это первая серия без войны будет. Есть, конечно. А хотя нет, подожди, война была сегодня. Нормально. Нормально. Короче, ребят, живем. Пару миллионов надо накопить. Так, подожди, что у нас там по экономике? Экономики. Турбоград, 52 тысячи. Так, ребят, я сейчас кошку выпущу, секунду. Друзья, я снова тут. Так, я посмотрел, что у нас по рейтингу, ребята, кстати. Мы на первом месте, на втором Индия, на третьем Германия. Что очень и очень стрёмно. Ну, блин, стрёмно, реально, с таким соседом жить. Китай на четвертом месте, но так как мы с ними, в принципе, дружим. Я надеюсь, что они войдут в наш союз, в наш альянс, то всё будет хорошо. Блин, экономика в Турбограде, ребята. Ну, 600 тысяч, я вообще в шоке. Как так можно вообще? На чём они там живут, эти индийцы? 62, 64, 66, 68. Так, опять они хотят пройти. Нет. Не дам. Кстати, смотрите, а у Германии в Копенгагене лучшая экономика. Так, в Турбоград. Инвестируем дальше. Получается, сколько это ходов длится? Смотрите. Раз, два. Опять хотят. Нет. Так, росток. Нет, давайте доход от налогов. Три, четыре. По четыре хода, да, получается? Россия хочет пройти. Не, я не буду. Пусть они помирятся, и всё будет хорошо. Блин, смотрите, ой, в России с экономикой всё плохо. Девятнадцать тысяч в Москве, а потом четыре тысячи в Санкт-Петербурге, и дальше уже там по тысяче. Вообще хреновенько всё. Турбоград хочу до соточки, ребята. Хочу до соточки. Ой, блин, забыл нажать. Нет, три тысячи. У России вообще золота нет. У России вообще ничего нет, ребята. После войны с Китаем, конечно, Россия скатилась жёстко. Просто жёстко. Так, 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 так. У нас же миллион, ребят. Так, так. Что такое? Добро пожаловать. О, эпоха будущего, друзья. Мы в будущем. Неплохо, неплохо. Так, Китай. Если я их в Альянс чуть-чуть не хватает, расстояние большое, правительство им не нравится. Ну, кстати, чуть-чуть, в принципе. Нам ещё подружиться. Нам, да, нам чуть-чуть подружиться, ещё всё будет хорошо. Нормально, ребят, скоро будем. Так, подождите. Экономика. В Турбограде, ребята. Опа, сто тысяч. Офигеть. Я доволен, я доволен. Так, надо и другие города, наверное, поднимать потихоньку. Давайте Кишинёв тогда тоже поднимем, а то столица хуже, чем Турбоград. Ну, Турбоград это просто, знаете, самый такой, ну, там живёт сам король, турбинцеванальный, вы понимаете. Давайте управление на максималочку. Кстати, есть вариант перейти на тип правительства, который появляется в эпохе будущего. Прогрессивизм. Он, вроде, кстати, неплохой. Он, вроде, кстати, очень даже неплохой. Смотрите, у нас сейчас плюс 37 тысяч. Давайте мы подтвердим. А, так, кстати, плюс 37. А, потому что мы можем сделать теперь... А, нет, налоги, подождите. А, налоги мы можем вообще максимум, чуть ли не максимум намутить налогов. И нам это вообще... Ну, давайте, я не знаю, сколько. Не супер много. Вот так вот. Блага мы можем понизить на до двадцатки. Но инвестиции надо, конечно, повысить. Ну, плюс 51 тысяча. Неплохо, неплохо. Ну, на блага, ладно, давайте мы хотя бы 25. Но самое прикольное, что мы теперь можем налогов собирать. Ребята, блин, налоги, понимаете, налоги. 90, там, процентов с хреном. По-моему, это офигенно. Плюс ракет нам капает. Ну, я всё так же и остаюсь, естественно, королём турбинцев. Тут как бы прогрессивизм, не прогрессивизм. Но кошку мне надо впустить в комнату. Так что, друзья, по-моему, неплохо. Так, у нас уже миллион с хреном. Так, режим карты. Экономика. Блин, Турбограда, да, конечно. А нельзя, блин, жалко, по городам нельзя сделать. Кто более... А, подождите, может быть... Нет, нельзя. Как-нибудь по городам. Ну, может, можно, ребят, напишите в комментариях. Посмотреть, ну, рейтинг самых лучших экономически развитых городов. Это всё, что я хотел сказать. Рейтинг самых экономически развитых городов. Вот всё, что я хотел сказать. Так, Александрия. Давайте. Жалко, нет кнопки, типа, инвестировать во все города максимум. Это было бы удобно. Так. Минск. Так, кстати, давайте в Киев. Где-то у нас Киев. Кстати, а что это у нас? Российский флаг. А, потому что это не мы. Так, где Киев? Подождите, Киев, Киев, Киев. Блин, хрен его найдёшь. Так, ладно. Вот так можно... Нет, подождите. Вы можете найти так. Там в Киеве какая-то фигня. Так, вот, О, Киев. Печорская лавра есть. Так, разработка. Нет, подождите. и техна и технологии нет на экономика турбенте пока что так он хорошо больше инвестировать наш киев пусть тоже будет инвестиционный так вот так кстати давайте в севастополь тоже инвестируем вот так вот по моему все прекрасно друзья хоп 979 миллион так что можем еще сделать турция почему интересно турция на сирию не нападет в принципе мы можем их на это спать сподвигнуть кстати с кем воюет сомали это сомали сомали находится на территории израиля кстати а подождите сирия а сирия воюет сомали я понял так вот можно же по идее смотрите как делать типа хопа дипломатия так торговый запрос и как бы сформировать коалицию можно мне писали что можно этим пользоваться допустим если допустим если мне хочется на кого-то напасть например на какую-нибудь страну ну да допустим возьмем российская федерация мы допустим с китаем я им предлагаю создать коалицию они на него нападают мы тоже нападаем и все прекрасно то есть можно делать так но пока мы так делать не будем ладно ребят на сегодня я думаю что можно что за звук закончить эту серию обязательно подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны ставьте большие пальцы вверх пишите свои комментарии это новая серия по people playground ой по edge of civilizations 2 не заставить себя долго ждать